Сложим тему так, чтобы уже, так сказать, добить про инструмент. Опять же, конечно, если вы побежите покупать какую-то модную отвертку от Festool за 180 рублей, там у них есть сумасшедшие цены, маленький систейнер, ну, с качественным, ну, не насколько качественным, в 450 евро ввалить в этот систейнер. То есть, если вы не с этого начнете покупать, начнете покупать с каких-то ключевых вещей, которые реально вы будете использовать довольно часто и которые реально вам сэкономят время и повысят ваши качества, да. То есть, конкретно по вашему роду деятельности всегда можно выделить ключевой инструмент, тот, без которого никуда. Ну, к примеру, да, там электролобзик, хотя, например, электролобзик не обязательно в Festool покупать, не уступает ему Makita, на мой взгляд, грибок по качеству. И даже, ну, PS300 у Festool есть электролобзик, я не 420, говорю. Хотя 420, если честно, меня не впечатлил. Для меня он хуже, чем PS300. Вот. А Makita, в общем-то, может. Ну, то есть, опять же, я повторюсь, это дело не в марке. Есть некоторые модели у производителей, ну, относительно неубиваемые, да. То есть, вы должны выделить какие-то ключевые инструменты, без которых вы никуда не можете сдвинуться. И по мере насыщения вашей мастерской технологиями, опытом, инструментом, ваши деньги будут приходить немножко легче, чем изначально. Немножко легче. Это первое. Второе. Вот там говорят, а чем... Ну, вы знаете, вот сейчас там... Это вообще зачинщик всех ЧПУшников и на Украине, и в России. И, как по мне, вот это все после Букаты Сергея началось повальное увлечение CNC. Но, опять же, и тут получилось обезьянничье. То есть, люди смотрят друг у друга, кто чего делает, и делают примерно то же самое. А ведь ниш великое множество. Начнем. У кого CNC? А ну, слушаем меня внимательно. Фурнитура. Например, из лития, да, там, из более-менее мягких материалов. То есть, можно ручки для мебели, да, целый модельный ряд разработать. Можно делать под заказ их. Потому что сейчас много декораторов, которые хотят повыебываться. Вот. И которые хотят что-то индивидуальное. То есть, пожалуйста, CNC-машина вам дает возможность, раз уж вы ее купили, занять определенную нишу в рынке. Да, это не короткая дорога. Но, начав с чего-то, вы неизбежно придете к результату. Дальше, там, условно, мебельное производство. Можно специализироваться конкретно на фасадах. Причем на фасадах совершенно разных. Не только их красить. Хотя и красить, на самом деле, ну, по крайней мере, у той же Франции, это проблема. Потому что всегда есть какая-то ошибка. Потом в тон не могут попасть. Потом еще что-то не могут сделать. Ну, то есть, постоянная проблема, там, допустим. То же самое, даже вплоть до того, что маленькие ящички по индивидуальным размерам, или там не по индивидуальным, а какие-то там, ну, где-то ложки, вилки складываются и так далее. Да, они существуют и из пластика, но здесь, например, в Париже, в топовых магазинах, это все, там, из такого, или из дорогого дерева тоненького, там, красного какого-нибудь еще, или из бука, или из фанеры качественной. То есть, ну, пожалуйста, то есть, на самом деле, идеи вот так берешь палец, ткнешь в небо и всегда попадешь в десятку. Потому что, я повторюсь, раньше я думал, мне казалось, что если ты покажешь что-то там, и сразу все у тебя своруют идею, да никому-то это нахер мне нужно. Идей море. Проблема людей не в идеях, а в том, что они не способны их реализовать. Ну, то есть, тут не надо быть академиком. Японцы, вообще-то, они никогда практически ничего не выдумывают, они просто доводят чужие идеи до ума. Римская империя, она построена вообще из всего наворованного, так сказать, ну, как наворованного, это нельзя говорить наворованное. Они были открыты, они все там, инженерные, военные технологии перенимали у соседних народов без проблем. То есть, в том числе и религию в итоге, в финале христианства они взяли у евреев, да, у покоренного народа. То есть, и ничего их не смущало, они просто это все довели до совершенства, да. Так же самое, тут же автомат Калашникова, там люди, ну, не дружащие с головой, утверждают, что это штурм Гевер 44. Но это совершенно не так. Да, первая версия довольно похожа была, и она даже переламывалась, как штурм Гевер. Но гений Калашникова состоял не в том, что он что-то выдумал, а в том, что он довел до ума массу идей и объединил их в одном инструменте. То есть, каждый из вас на своем месте может начать специализироваться на чем-то. Вот я там не буду называть, да, но мы знаем все, вот есть парень специализируется на горячих штампах. Ну, там много вроде, ну, так вижу, по крайней мере, в поле моего зрения. Вот человек взял, нашел свою нишу, фрезерует штампы, пожалуйста, развил деятельность, у него идет это. То есть, он начинал как столяр, условно говоря, а закончил как, ну, вот как штампы. И это здорово. То есть, каждый из вас может найти себе нишу. И поверьте, вы еще будете решать, покупать вам станок за 50 тысяч или за 120, что рациональнее, понимаете? И уже вопрос не будет стоять, ой, я не могу накопить, ой, конец света. Конечно, первоначально вам придется поприжаться, так это везде так. Вы что думаете, во Франции как-то не так? Вы думаете, во Франции все фестолом работают? Ребята, вы ошибаетесь. Работают риоби, еще какой-то херней. Когда я прихожу, или мои пацаны приходят на монтаж где-то, на установку с фестолом, о-о-о, так же само смотрят, как на Украине, так же само. Потому что никто, все люди одинаковые, во всем мире никто ничего не хочет делать, все хотят, не напрягаясь, получить максимум. Поэтому тут, ну, отличия существенного нет. Только просто системы, в которых люди находятся, экономические, немножко в разном состоянии находятся, и это диктует поведение людей. Кто-то более там, у китайцев пожестче, да, так вот им, вы думаете, что от трудолюбия там въебывают? Хрен там, лысый. Они въебывают, потому что у них система так построена, что по-другому не выживешь. Вот и все. И как только они начнут богатеть, мы очень скоро увидим, что Китай, так же само и китайцы, так же само будут лениться, как и все остальные. Это просто вопрос ситуации, которая возникла в конкретной стране, конкретной экономической и политической ситуации. А так-то мы все одинаковые, никто ничего не хочет делать и хотим все и сразу. Поэтому, ребята, качественный инструмент – это первый шаг ваш в открытый космос. Ищем проблему себе.